Итак, мы посмотрели, как можно брать отдельные символы строк, как можно вызывать методы у строк. Давайте теперь посмотрим, как можно брать некие диапазоны символов у строк. Для этого существует специальный механизм slicing для взятия неких диапазонов символов. Давайте в качестве примера рассмотрим такую длинную строчку. И первое, что мы можем делать, это взять конкретный символ. Это мы уже видели, первый символ, это символ с индексом 1, то есть на самом деле он идет не самый первый, а имеет индекс 1. Мы можем взять символы, скажем, с первого по четвертый. Это получается мы берем с позиции 1 по позицию 4, но при этом четвертый символ не включается. Всегда, когда в питоне берутся некие диапазоны, интервалы, у нас слевая граница включается в интервал, а правая граница не включается в интервал. Так и здесь у нас есть символы, пронумеруем их. Давайте нулевой, первый, второй, третий, четвертый. Значит, мы берем с первого по четвертый и четвертый не включаем. Значит, это будут символы T, T, C. Вот результат. Мы можем при взятии диапазона не указывать явно начало. Тогда подразумевается, что начало это самый первый символ, то есть, проще говоря, имеющий индекс 0. То есть мы берем с самого начала строки по четвертый и четвертый не включается, поэтому это будет A, T, T, C. Аналогично мы можем не указывать правую границу. Когда мы не указываем правую границу, подразумевается, что мы берем все символы с такого-то до конца строки. То есть в данном случае с четвертого символа и до последнего. Поскольку четверка здесь теперь слева записана, то четвертый символ включается в интервал, и у нас получается вот такая вот строка. Также мы можем использовать отрицательные индексы. Когда мы указываем левый индекс с отрицательным, то мы говорим, что мы берем четвертый символ с конца. Если мы правую границу не указываем, то мы говорим, что берем строчку до конца. То есть с минус четвертого символа и до конца. Можем указать обе границы. При этом у нас каждый индекс может быть как положительным, так и отрицательным. Если мы указываем в такой конструкции левый индекс едининца, значит это первый символ начала нашего интервала. Минус один это последний символ. При этом последний символ мы не берем. То есть в нашем случае минус первый символ это последний самый, и он не включен в интервал. Поэтому мы берем вот такую вот подстроку. ttcggacagc Наконец мы можем указывать шаг, с которым мы идем, с которым мы берем символы. То есть вот такая вот конструкция 1-1-2 означает следующее. Мы берем первый символ, берем третий символ, берем пятый. То есть каждый следующий индекс увеличивается на 2. При этом закончим мы тогда, когда очередной индекс будет больше либо равен, чем правая граница. Правая граница мы указали как минус один. Давайте посмотрим. Для нашей строчки всего было сколько символов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять символов была наша строка изначальная. Значит последний символ имеет индекс 9, он же индекс минус 1. Если мы берем отрицательный индекс, и мы этот последний символ не включаем в диапазон. Поэтому седьмой символ у нас, символ с индексом 7 еще включен в диапазон. Следующий должен был бы быть девятка, но он уже не включается, поскольку это правая граница. Правая граница не включается в интервал. Поэтому в итоге в результате у нас берутся символы первый, третий, пятый, седьмой. Первый это T, третий это C, пятый это G, седьмой это G. Вот в результате мы получили строчку T, C, G, G. Мы можем также использовать отрицательный шаг. При этом, когда мы берем отрицательный шаг, мы берем символы справа налево. И часто используемая конструкция это взять все символы справа налево по порядку. То есть вот такая вот конструкция DNA, 2, 2, 2, минус 1, это просто-напросто перевернутая строка. Строка изначальная записана справа налево. Если мы попробуем прочитать ее в этом направлении, то это будет то, что было изначально. Строка DNA. Давайте рассмотрим следующую задачу. Пускай у нас есть некая геномная последовательность, то есть строчка, состоящая из символов ATGC. И мы хотим проверить, является ли она палиндромом. В общем случае строка является палиндромом, если она читается слева направо и справа налево одинаково. Пример палиндрома вот такой вот. Мы видим, что если мы прочитаем слева направо и справа налево, то получится одно и то же. Первый и последний символы совпадают, второй и предпоследний совпадают и так далее. Строчка GATTECA, например, палиндромом не является. Например, потому что если мы читаем слева направо, то первый символ G, а если справа налево, то первый символ A. И они не совпадают, поэтому и строки целиком тоже, конечно же, не совпадают. Итак, давайте подумаем, как же мы могли бы по произвольной строке проверить, является ли она палиндромом. Ну давайте будем решать задачу в следующем образом. Первым делом мы, естественно, читаем нашу строку. И дальше мы будем... Вот рассмотрим нашу строку S. Делать будем следующее. Будем для начала проверим, первый и последний символ равны ли они. Если первый и последний символ не равны, тогда наша строка точно не палиндром. Но как вот в случае со строкой GATTECA мы увидели, что первый и последний символ не совпадают. Значит, мы можем сразу сделать вывод о том, что строка не является палиндромом. Если же эти два символа равны, то будем дальше смотреть на следующие два символа. На символ с индексом 1 и символ второй с конца. Вот эти два символа. Если они равны, то пока что все в порядке. Но если они не равны вдруг, то мы можем сделать вывод, что данная строка точно не является палиндромом. В общем случае будем делать следующее. У нас будет два индекса. Индекс И, указывающий на левую, на символ слева. И G будет указывать на индекс справа. Эти два индекса будут двигаться навстречу друг к другу. Изначально индекс И равен нулю. Индекс G, последний символ, равен, значит, длина строчки S минус 1. И у нас будет специальная логическая переменная из палиндрома, в которой мы изначально записываем значение true. И если мы в какой-то момент найдем два символа, которые должны были бы быть равны в палиндроме, но мы увидим, что они не равны, то мы в таком случае значение этой переменной из палиндрома поменяем на false. И тогда в конце, просмотрев все пары символов, первый последний, второй предпоследний, третий предпредпоследний, когда эти два индекса встретятся где-то в серединке, мы остановим наш цикл и проверим на значение переменной из палиндрома. Если мы ни разу не нашли два различающихся символа, значение переменной из палиндрома осталось true, осталось true, то мы выведем yes. Если же мы в какой-то момент нашли два отличающихся символа, то мы поменяли значение спалиндрома на false, и значит, наша строка не является палиндромом, мы будем выводить no. Цикл, получается, у нас выглядит следующим образом. В цикле мы до тех пор пока переменная i меньше, чем переменная j, сравниваем два символа соответствующих сначала и с конца. Если не равны, меняем значение из палиндрома на false. Увеличиваем переменную i на 1, и уменьшаем переменную j на 1, то есть сдвигаем i на 1 вправо, j на 1 влево. Переходим к следующим символам. Так до тех пор, пока они не встретятся.